вот здесь перед нами линейка так сказать продукции компании гиацид которую по вашему мнению в принципе для абсолютного большинства людей достаточно для того чтобы грамотно профилактировать и поддерживать свое здоровье расскажите пожалуйста подробнее о том что здесь у нас находится компания гиацид представляет на рынок продукции для здоровья следующие препараты это прежде всего комплект для очищения воды в домашних условиях и как я уже говорила что водичка чистая водичка она очень важна в этапе очищения организма если мы учимся правильно принимать воду правильно ее пить и понимаем для чего это нужно то на первых этапах очищения организма этого достаточно поэтому когда ко мне обращаются люди с определенной проблемой здоровья первое о чем я им рассказываю это как правильно пить воду и какую воду нужно пить потому что мало пить правильно воду нужно еще пить правильную воду вода на клеточном уровне участвует в клеточном обмене поэтому очень важно чтобы водичка ту которую мы пьем попадала в клетку потому что это связано с дыханием клетки поэтому если этот процесс нарушен это точно так же как вот там по перекрыли кислород и мы не смогли дышать то есть мы люди дышим кислородом воздуха а клеточка наша дышит водородом который она берет из молекулы воды поэтому задача компании была создать в домашних условиях водичку высокого качества то есть еще иначе называем клеточной водичкой которая бы проникала на уровень клетки которую клетка бы узнавала и благодаря этому восстанавливались бы те обмены которые норме существуют в нашем организме и к этой норме как правило человек стремится потому что каждый человек хочет быть здоровым поэтому первая наша задача это донести до людей информацию что нужно правильно пить правильную воду что значит правильная водичка это очищенная водичка в домашних условиях то есть первый этап это очищение воды от химических и физических примесей с помощью нашего жидкого коагулянта гиацинт то есть это необходимый этап потому что любые примеси вызывают загрязнение нашего организма отравления нашего организма и в конечном итоге могут вызвать развитие заболеваний и в общем то на первых этапах компания гиацинт выполняла именно эту свою миссию то есть очищение воды в домашних условиях затем для того чтобы водичка стала нам родной клеточной водичку нужно про структурировать то есть обязательно придать воде те частотные характеристики которые соответствуют нашим клеткам клеткам любого органа нашего то есть это мы добиваемся путем на структурации воды аппаратом который называется паркес гиацинт и именно этот аппаратик активно наносит на водичку те частоты что значит активно то есть когда аппарат включен он излучает частоты определенного диапазона от 75 до 350 герц что соответствует частотным характеристикам клетки благодаря этому клеточка пропускает эту водичку потому что вода несет информацию которая должна быть у здоровой клетки и следующий этап приготовления клеточной водички или правильной водички это ионизация воды то есть придание воде живых свойств вода насыщается свободными электронами и водичка меняет свой окислительно-восстановительный потенциал в сторону восстановления то есть вода благодаря обработке вот этим вот приборчиком редокс гиацинт она становится живой и овп воды то есть окислительно-восстановительный потенциал становится отрицательным что немаловажно для того чтобы водичку тоже принял наш организм и не тратил энергию на ее усвоение почему это так важно дело в том что вот эти вот все три компонента они помогают воде приобрести свойства физиологические свойства сродни нашей среде организма то есть родни нашей физиологической среде то есть водичка по своим физиологическим параметрам становится точно такой же как наши внутренние жидкости то есть наша кровь наша межклеточная жидкость наши межсуставные жидкости то есть все те растворы водные растворы которыми мы наполнены из которых мы состоим для того чтобы водичка принималась как правильная как своя клеточная вода эти параметры обязательно нужно учитывать в питьевой воде а именно это показатель овп как я уже сказала окислительно-восстановительный потенциал и показатель ph то есть кислотно-щелочное равновесие вот эти вот показатели нашим организмом держится в очень четких пределах как правило показатели крови показатели межсуставной жидкости межтканевой жидкости они слабо щелочные и овп этим жидкости отрицательный то есть из-за этого то есть вот из-за этих вот норм так говорят присущих нашему организму мы должны сейчас учитывать эти же показатели для питьевой водички почему это важно мы знаем такой феномен как электронный дефицит в которой мы сейчас с вами живем то есть экологический фон который нас окружает он меняется что это как бы и необходимый момент для того чтобы человек развивался чтобы он духовно эволюционировал но тем не менее для нашей физиологии это очень затруднительно потому что электронный дефицит вызывает внутри нашего организма так называемый свободно радикальный стресс то есть процесс который идет внутри нас он является разрушительным то есть окисление преобладает над восстановлением поэтому сейчас так участились заболевания которые мы называем заболеваниями цивилизации заболевания нашей цивилизованного мира нашего времени это такие болезни как онкология сахарный диабет гипертония сердечно-сосудистые заболевания то есть вот эти проблемы они напрямую связаны с те с той средой с теми условиями которых мы живем поэтому электронный дефицит это тот момент который мы как можно быстрее как можно скорее должны устранять в нашем организме если мы хотим добиться здоровья если мы хотим быть здоровыми вот этот момент он частично решается пищевыми добавками то есть частично решается вот этот окислительно-восстановительный стресс путем внедрения дополнения в наше питание витаминов минералов аминокислот но к сожалению если мы все это запиваем неправильной водой то есть водой с высоким окислительно-восстановительным потенциалом положительную сторону то к сожалению добиться эффекта очень сложно или если мы добиваемся какого-то эффекта то мы постоянно должны организму давать вот этот питание пищевыми добавками то есть окислительно-восстановительный потенциал воды и ph воды это очень важные показатели